Базовая ставка Словосочетание из мира экономики, которое уже прочно вошло в жизнь обычного казахстанского потребителя Но почему такое пристальное внимание именно к этому финансовому показателю? Разберемся сегодня Итак, что такое вообще базовая ставка? Если говорить официальным языком, то это основной инструмент денежно-кредитной политики Национального банка Который позволяет регулировать номинальные процентные ставки на денежном рынке Как это работает по факту? В Национальном банке видят, что в стране растет инфляция, продукты дорожают, а покупательская способность денег падает Тогда финансовый регулятор изменяет ставку, посылая таким образом сигнал рынку Деньги станут дороже, потому что вслед за базовой изменятся и кредитные ставки То есть эта ставка определяет базовую стоимость денег в экономике Таким образом базовая ставка влияет на стоимость кредита и стоимость депозита К примеру, стоимость кредита в Казахстане складывается из базовой ставки плюс прибыль банка плюс риски, зависящие от заемщика Как это работает? Сейчас при базовой ставке в 14,5% минимальная стоимость денег для коммерческих банков составляет уже 15,5% по формуле Базовая плюс 1% К этой сумме нужно добавить маржу банка в среднем около 5% и риски, которые банк закладывает в каждый кредит Например, если вдруг заемщик перестал платить по счетам, еще около 5% И закон рынка по-казахстански Чем выше инфляция, тем увереннее Нацбанк поднимает ставки В этом году это происходило уже четырежды 24 января финрегулятор поднял ставку с 9,75% до 10,25% 24 февраля уже до 13,5% Через пару месяцев еще одно повышение на 0,5% И хочется надеяться, что последнее повышение произошло в конце июля Когда ставка поднялась до 14,5% Учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий в мае-июне на более высоких уровнях Национальный банк ожидает ускорение годовой инфляции в 2022 году Выше верхней границы ранее озвученного прогноза в 13-15% Понятно, что чем больше проценты по кредиту, тем меньше желающих его взять Чем меньше денег на рынке, тем они дороже Чем больше денег, тем сильнее их стоимость начинает обесцениваться Поэтому уровень ставки и определяется тем, какая в Казахстане инфляция в стране Если показатель растет, то Национальный банк должен повышать ставку А если падает, то финрегулятор снижает Поэтому полезно следить за базовой ставкой даже не экономистам Все для того, чтобы прочитать сигнал рынка, как дальше будут развиваться события Если ставка повышается, то это значит, что лучше перейти в режим экономии Отказаться от лишних трат и лучше положить деньги на депозит Ставка которого вырастет вместе с базовой и кредитной Если же Национальный банк снижает ставку, то сигнал к тому, что регулятор ожидает улучшения ситуации с инфляцией Очевидно, что снижение процентной ставки – это сам по себе месседж Когда снижение ставки говорит о том, что есть некий ориентир на смягчение денежно-кредитной политики в Казахстане Впрочем, эксперты признают, что в условиях роста потребительских рассрочек Когда заемщик, по сути, не видит конечной ставки и при условии корректного погашения ежемесячных платежей Ничего не переплачивает, изменения базовой ставки в глобальном масштабе простой житель страны не почувствует Не отразится сильно базовая ставка и на тех, кто собирается брать ипотечный кредит под субсидируемый процент государством Что сильнее всего может ударить по гражданам страны, так это коммерческие ставки по кредитам на автомобиль Есть еще один отрицательный эффект резкого снижения ставки – падение процентов по депозитам Никто не захочет хранить сбережения по ставке, которая не оправдывает даже уровень официальной инфляции В таком случае сработает закон рынка Если некуда вкладывать деньги, население будет по сложившейся ранее традиции покупать иностранную валюту А это путь к повышению долларизации экономики, с которой Нацбанк успешно справляется И оттоку денег с депозитов А это уже удар по всей банковской системе Казахстана Субтитры создавал DimaTorzok